В Уфе обсудили вопросы укрепления межнационального согласия. Эта тема была поднята на заседании Совета при главе Республики Башкортостан по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан. В заседании приняли участие глава региона Рустем Хамитов, митрополит Уфимский Стрельтамакский Никон и представители других традиционных религий, руководители силовых структур, представители национально-культурных объединений, деятели науки, образования, спорта и культуры, СМИ и общественные деятели. Как сохранить и укрепить добрые межнациональные и межрелигиозные отношения? Одними только концертами и праздниками тут не обойтись. Нужен какой-то системный глубинный подход. Площадкой для его обсуждения стал Уфимский конгресс-холл. Вектор для приложения всеобщих усилий обозначил глава Республики Башкортостан. Разработка программы по сохранению развития государственных языков и языков народов с подпограммами «Машкирский язык», «Русский язык», «Родные языки». Второе. Ежегодный кран для главы Республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов Республики. И третье. Создание фонда по сохранению и развитию маршкирского языка. Важно, чтобы родной язык был средством общения дома, чтобы молодые лидеры использовали его и создавали порталы по его изучению, чтобы проводились конкурсы, призванные поддержать его. Людям нужно уважать свой язык и языки своих сограждан, и это серьезно повлияет и на межнациональный мир. В современных условиях, которые возглавлены, обусловлены процессами глобализации национального языка и самосознания, являются необходимыми условиями сохранения нации своих особенностей, которые делают ее отличной от других, помогают сохранить свой неповторимый колорит. В то же время, крепление межнационального и религиозного сознания невозможно без глубокого понимания того факта, что только в многообразии наших культур и верований, особенно в Республике Башкортостан, мы можем обеспечить подлинное гражданское, уважать языки, уважать всех людей, как и лучше нас, главная книга наша, священное писание. Мы обязаны это поддерживать для того, чтобы сохранить мир и согласие в нашей Республике. Государственное финансирование сохранения родного языка отныне будет увеличено в несколько раз. Однако и от каждого члена общества зависит мир в регионе. Ведь каждый сам выбирает, на каком языке он говорит, работает, творит, подытожили участники заседания.